Итак, всем привет! Давно не было обзоров на всякую интересную табачную продукцию. Что я могу сказать? Время сделать обзор. Я без оператора, все в кустарных условиях. Наушники, потому что они с микрофоном, так как я нахожусь далеко достаточно от смартфона, чтобы звук был более плавный и без резких диких шумов. Что ж, приветствую любителей сигарет, сигарил, сигар и табака в целом. Недавно моя сестра вернулась из Германии, привезла мне несколько интересных вещей. И сегодня на одну из этих вещей табачного производства я сделаю обзор. Решил начать я с сигарил. Эти сигарил у нас не импортируются в нашу страну, сделаются они в Нидерландах. Достаточно известной компанией немецкой, Агио. Агио у нас делает сигары с 1904 года. И сигарил, которые я покажу сейчас, у нас не продаются. Только если заказывать как импорт с внутреннего рынка. Поэтому сигарилы идут с внутреннего рынка, само собой, понятное дело. Вот так вот выглядит пачка. Это Михарис. В чем прикол Михариса? Почему, во-первых, пачка голубая и что это значит? Обычно в сигаретах это значит, что это легкий табак. Нет. Цвета в Михарис означают, из какой страны, где был выращен, скажем так, лист покровный. Покровный лист сигарилы. То есть сигарилы у нас оборачиваются в настоящий табачный лист. И вот эта конкретная версия, она с Эквадора. Не знаю, видно там в камеру или нет. Вот. И, соответственно, эта пачка заинтересовала меня больше всего. Поэтому я попросил привезти именно ее. И я уже скурил. Давайте я покажу, как выглядит внутри. Там написано Михарис Агио Сигарс Синц 1904. Удобная пачка. Хорошо открывается. Как мы видим, нет никаких наклеек ужасных. Только про вред курения на немецком. На сигареты, кстати, это не распространяется. Потому что в Австрии тоже есть проблемки с этим уже давно. То есть не такие же наклейки, как и у нас практически. Но они все равно более, скажем так, элегантные. Что я могу сказать по поводу этих сигарил заранее? Ну, давайте извлечем одну. Детально рассмотрим на камеру. Вот, вот так вот выглядит сигарила. Такой длины. Видите, кончик он похож на... Если смотрели мой обзор на кубинский сигарилу, очень похож кончик. По размеру это практически панателло. Но не такая широкая. Их можно ставить в один ряд с Кафе Крим. Практически одинаковая ценовая категория. В Австрии пачка из 10 сигарил стоит 4.80 евро. То есть практически 5 евро. Это практически 400 рублей. В принципе, Кафе Крим у нас в России стоит 300 рублей. Нелсы тоже там 350-370. То есть понятно, да, о чем речь. Ну, сразу хочется сказать то, что очень аккуратный покровник. Сигарилы все отличаются друг от друга в пачке, которая находится. Про аромат и так далее, это все потом. Про внешний вид. Есть жилки, их не очень много в зависимости от определенной сигарилы. То есть это машинная крутка, но я видел в интернете видео, где людям очень сильно не повезло. И попадались не очень хорошие пачки вот этого. Кстати говоря, тот обзор на Гонта на Мэра. Потом я курил их опять. И мне попалась не очень хорошая партия, которая просто горчила нереально вообще. Хотя они были не пересушены. Ну, в общем, больше у того продавца я ничего не покупаю. И про эти сигарилы можно сказать одно. Стильная, элегантная, очень хорошая рекламная компания. У них отличный сайт. Считаются они достаточно бюджетными сигарилами по меркам Европы. И про них можно сказать одно. Это дешевые сердиты, либо соотношение цены и качества. То есть это хорошие дешевые сигарилы, которые, в принципе, лучше, чем всякие сетевые кафе Крим. Лучше ли они Неоса или нет, я пока отвечать не буду. Но я уже ответ знаю. Так как я, естественно, выкурил их немало. Покровник. Пахнет таким легким медом. Затяжки без поджигания сигарилы. Ну, пахнет. Вот такой вкус. Немного пряности. Чуть-чуть совсем. Сигарилы, кстати, ко мне пришли в очень хорошем качестве. Несмотря на то, что они упакованы в такой вот боксик. Я не знаю, лежат они в Химидоре у них там в Германии, в магазинах или нет. Но очень хорошего качества. Давайте закурим. Мне тут зажигалка не пущу. Зажигалка Rolling Stones. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok конкретно этот вариант мехариса он не ароматизированный там есть еще sweet orient есть есть обычная сигарилла есть мини есть еще с фильтром что можно сразу сказать конкретно про эти сигариллы они вначале кажется достаточно легкими на самом деле на самом деле это не так они просто очень хорошо проходят под конец сигариллы когда я курил их первый раз я почувствовал жжение вот это вот приятное во рту и на языке ну как бы вы знаете сигареты сигариллы я в себя не вдыхаю в любом случае но здесь идет очень сильная насыщенность самого табака и несмотря на то что сигарила выглядит как такая личная мини да она знаете дает своим левым хуком короче очень сильно но если без шуток как бы реально такая насыщенная сигарила здесь понятно здесь используется дешевый ну как относительно дешево для европы но качественные табаки и как бы речи о каких-то сменах вкуса там палитры и так далее не будет но что уже можно сказать не знаю будет ли это видно камеру или нет они ничем они не по не посыпаны ну скажем так у них нету лишнего это химии которая ускоряет процесс горения как например хендал с голди или в том же сигаретах savage который просто сгорает моментально там дальше будет обзор на сигареты кое-какие вот там будет что сказать контр аргумент savage здесь также как у кубинских сигарил хотя это не кубинский сигарил еще раз пепел вообще не видно что он как бы ну то что сигарила тлеет на самом деле тлеет дыма из нее идет очень мало кажется что она вообще не горит но на самом деле она горит уже чувствуется небольшое такое легкое приятное жжение на языке это говорит о хорошей крепости напоминаю ребят сигарилы и сигары мы в себя не вдыхаем и я даже сигареты в себя не вдыхаю не советую этого делать потому что это всего лишь лишние скажем так лишние проблемы вы не никотин в себя сгоняете да в тело а вы себя сгоняете смолу и так далее смысла в этом никакого нету извиняюсь если слышно на бэкграунде кота но обзор будет записан в один дубль поэтому как бы сори за звуки в принципе сейчас не ветрено у меня закрыто окно сигарил отлеет достаточно медленно просто я очень активно сейчас я курю что я могу сказать по поводу этих сигарил еще у них очень приятный запах именно запах дыма который вот выходит не знаю с чем это связано возможно из-за покровника но покровник он больше влияет на аромат когда в незажженном виде как бы вот сам запах сигары сигарилы всегда он идет от покровника а табак внутри он влияет как раз таки на дым большей степени но вот здесь вот как-то интересненько на самом деле ну как я говорил развитие какого-то вкуса там или еще что то нет это эти сигарил они даже себя позиционируют как понимаете вы достали пачку вам нужно например покурить расслабиться либо там я не знаю где-то после в каком-нибудь там паба есть ну понятное дело речь идет о австрии германии там так далее то есть где еще в некоторых местах можно как бы каких-нибудь заведениях покурить где есть курительные зоны там и так далее в россии у нас уже давно такого нет но относительно жжение кстати не очень сильно увеличивается потому что идет размеренный темп курения то есть я не вот прям постоянно то есть я наслаждаюсь сигарилы они просто курю ради обзора там да то есть первую очередь это продукт удовольствие скажем так так вот эти сигарил они делаются из табаков импортных то есть понятно что в германии вряд ли там где-то выращивается это табак для этих сигар и тем более они сами пишут себя на сайте что там берутся табак из явы табак из бразилии табак из них никогоруа если я правильно произнес сорян эквадор и куча 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 разных разных табаков и ну блин они это делают очень качественно то есть я не могу сказать что те сигарилы за ту же стоимость примерно которая импортируется к нам которые есть в открытой продаже по типу кафе крема какого-нибудь что они лучше они не лучше кафе крем меньше стоит он практически также кафе крем гораздо хуже табаки которые находятся внутри у кафе крем не очень хороший табачный лист который оборачивает все это сетевые сигарила вот михарис не всего три бренда это агио сигарс который есть эта компания которая как бы основала миха ну как бы который занимается всем агио сигарс это сигарила сигара агио потом у них есть сигарила пантеры интересная сигарила в интересных боксиках такие но они больше типа на на формат мини рассчитаны и в михарис вот их три бренда не занимается там как скандинавиан табака групп там огромным количеством всего скажем так у скандинавиан табака группы и кафа хенри винтерманс и по-моему чё у них еще капитан блэк у них там просто вообще все про практически все что у нас есть якобы импортные на нашем рынке это как бы большинство из этого это ну что касается сигарил и не до сигарил по типу капитана блэка это скандинавиан табака групп здесь люди просто делают как бы определенного вида сигарила который рассчитан на определенные скажем так вещи если честно получая я получаю больше удовольствие курение вот этого чем и курение гуантаномера потому что то последняя пачка гуантаномера мне очень сильно подпортило впечатление самих сигарилов да там есть развитие вкус и так далее но посмотрите здесь такой же обрезан конец здесь табачный лист здесь также сигарил медленно тлеет все все человек говорил гуантаномера табаки здесь наверное попроще но при этом не знаю типа гуантаномера просто считается более таким низким по рангу брендом чем другие кубинские но типа не знаю удовольствие есть приятная сигарила приятный запах дыма развития вкуса нет как бы ну зачем обманывать как бы говорить там лишнего но из всех наверное вот европейских сигарил ну возможно это кстати лучшие сигарилы можно так сказать потому что они крепкие но при этом вначале кажется что они легкие очень насыщенные как бы сигарила не должны быть такие вначале сигарила это маленькие сигары которые позволяли чтобы не тратить там 30 минут 40 минут вашего времени на покур огромных сигар да когда у вас нету столько времени там 10-15 минут 10-15 минут и вы в принципе наслаждаетесь табаком но только более маленькой упаковочке скажем так подходит сигарилу концу нету какого-то здесь жесткого перца или какого-то отторжения от сигарилы все так же идет ровно вот поэтому как бы европейские сигарилы чем хороши то что может у них и нету развития вкуса но зато как бы от начала до конца происходит то как бы одно и то же скажем так то есть один и тот же приятный вкус как я уже сказал конкретно в этих сигарилах эквадорских в них нету ароматизатора и наверное это даже отлично в принципе подытожив что я могу сказать отличные сигарилы европейские мехарис производится в нидерландах вставляем оценку как сигарилам целом 9 из 10 как евро 9 из 10 как европейским сигарилам 10 из 10 очень хорошая цена качество дешево дешево и сердито в общем мне очень понравилось всем спасибо кто это смотрел всем пока